очень достоверно талантливо здорово большая вам всем спасибо поздравляю владимир путин ребята поисковики вот эти самолеты дайте история поискового движения но это еще 70-е 80-е годы первые поисковики на этом 80-е 90-е годы здравствуйте это первый нефти пизачок видите да 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 а вот там 2 их было два в одном и том же месте но было их два поэтому вы даже первый видите лазар на левом берегу да 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 20 41 а тут когда операции искры началась вот операция есть да он закончил свое существование о как посмотри мосинка мосинка а вот там вот шлем мпво будут да 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 экскурсия будет пока что может не знаю где вот такой лежит я когда его нашел первый раз в районе малукса вот скажите мне пожалуйста вот как такой шлем мог оказаться в районе малукса я находил такой шлем в районе малукс и а это у зенитчика были 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 а я красногвардейск как сейчас называется так мы не местные я не знаю мы с байкала это не с байкала я-то я-то местный я-то местный так здесь у нас волосова красногвардейская гачина я просто понять а я я чисто по карте понял что это может быть гачина а я не знал что он так назывался когда вы выйдете с этого музея я вам расскажу все спасибо огромное не 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 нет чтобы слушай я не знал даже что такие были у этих у зенитчиков я такой шлем находил и я сначала не понял думать что за шлем такой тарелка это был 95 год этот а в лесу так и остался да это тогда с новгородским поисковым долины с долины работали вот жетон смертник капсулы вот эти карболитовые раскручиваешь вот эта бумажка написать все если она написана у тебя было карандашом то сохранялась еще более-менее если она написана ручкой было чернили все расплывалось ничего не больше не бумага портится вот кстати штык-блокадник от трех линейки он так и называется штык-блокадник от ковали это их вот так вот это их вот так вот болото и болото и столько лет в земле и плюс ко всему опять же где смотря выкопан если где-нибудь на высоте был в песке выгодом и таким мне вам был бы хорошего качества а если где-нибудь в низине или на полях где удобрение химия всякая ситуация то такое сохранку выскажите как вот это вот это вот такая что марте рожаться нет это она считается как гаубица как она могла как она могла сражаться с немецкими тяжелыми танками не представляю не представляю у него даже не зубы самого ну как лобовая нет да садитесь пожалуйста создание вашей панорамы работала творческая мастерская дневский паталист в основном это ребята из поискового ответа 6 и всего лишь за четыре месяца они смогли досоздать обновление боя 12 января сорок третьего это второй день операции иска в этом зале сейчас посмотрите два небольших фильм первые на кухонном экране расскажет о блокаде в Ленинграде его лишения и нужда по завершению фильма вам нужно будет развернуться с противоположной стороны у нас карта и на этой карте вам уже расскажем о пяти попытках прорвать вражеское кольцо блокады пятая попытка наша операция иска после чего мы с вами уже пройдем на трехмерный панорам пройдем по немецким траншеям и поближе познакомимся с судьбами бойцов защищавших небольшой плачок земли немецкий пятачок это наш легендарный плачок сейчас же все внимание пожалуйста на круглый плачок миша сынок беги сюда скорее начало Великой Отечественной войны в Ленинграде проживало свыше трех миллионов человек он являлся крупнейшим индустриальным и научно-культурным центром страны а также городом где находились военная отношенность и база военного входа взятие Ленинграда являлась для Гитлера одной из главных стратегических целей войны германское командование планировал ударом группы армий север и двух финских армий уничтожат находившиеся в Прибалтике советские войска и обладать Ленинградом в июле 41-го года несмотря на сопротивление советских войск уже по августа немецкие дивизии вплотную подошли к Ленинграду 8 сентября один порвался к Ладожскому озеру затмотившись в Ленинград услышали Где сын? Миша где? Хорошо. Все хорошо. Он с бабушкой. А тебе я все время не слышу. Пить. Пить. В связи с невозможностью взять Ленинград, Гитлер принял решение уничтожить город авиации и артиллерии. Осенью 1941 года немцы принесли массированные артиллерийские и армии удары по городу. Были разрушены маринский театр, бестинный фор, жилые дома, школы, заводы, сгорели батайские продовольственные склады. Союзником в планах по полному уничтожению города стал начавшийся в городе голод Нормы выдачи хлеба в течение осени снижались пять раз. 20 ноября хлебная норма достигла минимума и составила 125 грамм для служащих нижних венцев и детей. В декабре 1941 года в городе ежедневно погибало голода более четырех тысяч человек. Аня, наконец-то я тебя нашел. Вот, держи. Это тебе, сын и бабушки. У меня адмигация срочного народа. Все наши уже обожали как? Ну как? Ты же еще не сдал. Догнать, догнать, я верно вас помещаю. За мой сына! Да. Но не только от голода и устранных бомбежек страдали ленинградцы зимой 41-42 годов. Уже в середине октября температура в отдельные дни опускалась ниже 0 градусов, а в середине декабря до минус 20. Это привело к остановке централизованного отопления, отключению и замерзанию водопровода и канализации. Остановилось производство практически на всех фабриках и заводах, кроме оборонных, где работали женщины, старики и дети, ведь почти все мужчины старше 17 лет шли воевать на фронт. Снабжение города и эвакуация горожан проходили в основном по летовым и водным трассам дороги жизни, проложенным через Владожское озеро с восточного на западный берег. Значение дороги жизни заключено в самом ей названии. По ней из города было эвакуировано свыше 1 300 000 человек, а город уступило более полутора миллионов грузов, которые спасли угроз от умирания. Несмотря на тяготы и решения, весной город начал ошибаться. Были созданы подсобные хозяйства, разбитые в парках и садах, огороды, Ленинград, завышенный уровень, улица и число и завалов, проводились футбольные патчи, начали работать театры и филармония, вновь после трамвая возобновленных генералов предприятия. По другу проложил электрический кабель, таким образом была порвана энергетическая блокада. Однако положение под этим городом по-прежнему сквалости. Задача восстановления свободной связи со страной все еще не была решена. В течение всей блокады ставка верховного главнокомандования неоднократно предпринимала попытки прорвать блокаду. Первая попытка состоялась еще в сентябре 1941 года. Через два дня после выхода немецких поисков к Ладожскому озеру и заработающихся округа началась первая операция по неблокаде Ленинграда в районе южной внешности округа. В 15 сентябре 1954-я отдельная армия пришла с восстановления в наступление на Синяве Маяку и пробивалась на 6-10 километров. В ночь на 20 сентября часть немецкой оперативной группы Ленинградского фронта форсировали. В 25 сентября был вызван в лесах прорвившегося в Синявку. Попытка атаковать немецкие позиции оказалась неудачей. Почти все десантники погибли. В ходе ожесточенных сентябрьских боёв советские войска не смогли как поплавать, но имелось бы уже на этом переговоре и в районе московской группы и небольших латстар, пошедших в историю под названием немецких пятачок. Восстание 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 20 октября Ленинградские дивизии отрабатывали противника в общей норме Елена Синямина. На отдельном участке они вытеснили врага, но серьезного успеха не достигли. Вторая Синяшинская операция началась в момент развернувшегося наступления немецких бойцов на Дельменке Полов. По этому ставку были на решение временно приостановить наступление. Активные действия после единственного фонда в ноябре способствовали освобождению Тихвина. Активные действия продолжались с декабря 41-го года. Однако в апреле 42-го года гейтлеровцам удовольствия приехали в достатку. Третья попытка прорыва подгады вошла в студию под названием «Инкбанская наступательная операция». После операции она не имела и закончилась окружением и разгромом второй ударной армии. В разгар подготовки немецким командованием операции по заплату «Инкбран» под названием «Северное сияние». Для проведения которой из-под силословной перепросленности 11-я армия Турман Штейна советские войска вновь перешли наступление. «Инкбран» Сверховая часть из десанта морской пехоты для поддержки военных армии Балтийского фронта захватили плодстанно-вселетнее Барска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всего за 18 дней на освобожденной земле были построены железная дорога и мост через Диму 7 февраля ленинградцы встречали первый состав с удовольствием с Большой землей Они назвали деду Панистра Дорогой Победы Прорыв блокады стал переломным моментом ленинградской битвы, положившей начало полного освобождения ленинградской земли от немецко-фашистских захватчиков Субтитры создавал DimaTorzok 27 января 1944 года в 8 часов вечера Дорогой Победы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...